Как вам картинка, ребятки? Везде гуляют люди, светит солнышко. Город Кортонапа на календаре 19 января. Поздравляю всех с праздником Грещения. И это просто фантастика. Плюс 18 градусов тепла. Обратите внимание, что происходит. Сколько людей прогуливается, прям как летом. Может даже и больше моментами. Шикарная погода. Я хочу поблагодарить Амазас, по его маме, которые вчера приехали, сделали мне укол. И поставили меня буквально на ноги за одну ночь. Я вырубился, проснулся в 6 утра сегодня. И просто фантастика. Какая погода, какая красота. Смотрите, сколько людей прям купаются в море в Анапе. Шикарно. Большое количество людей неимоверно радует. Но сегодня меня радует гораздо больше то, что происходит вокруг. Я хочу вам показать два видеосюжета, в котором сейчас была собрана помощь для наших солдат по списку, которую мы опубликовывали в телеграм. 30 числа у нас туда выезд. И это очень важно, что многие предприниматели потихонечку откликаются на наши сборы и помогают не только обычные люди, а также наши предприниматели. Это неимоверно важно для наших солдат. Спасибо каждому, кто вносит свой вклад. Чтобы это не было, чтобы просто поделиться на видео, просто написать комментарий. Обязательно отсылайте своим друзьям, товарищам, чтобы они знали о нас, о том, что мы делаем. Это будет очень полезно для наших солдат. И, возможно, не ваша помощь, а помощь ваших друзей, сделать кому-то жизнь лучше в той же самой яме на войне. От души смотрим видеосюжет. Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас в городе Курокте Анапа. Мы находимся на Симферопольском шоссе 9. Кровля Стандарт. И здесь ребята участвуют постоянно в помощи нашим солдатам, передают пленки и много других полезных вещей для них. Сейчас они предлагают новую акцию запустить о том, чтобы помогать больше нашим солдатам. Сейчас мы приехали как раз таки за гуманитарным грузом для наших ребят. Мы команда «Время помогать людям» и «Время быть вместе». Благодарим Кровля Стандарт компании и руководителя Альберта, и вас, девочки, всю вашу команду за активное участие в наших сборах. Ребята участвуют с первых дней нашей гуманитарной помощи. Всегда, когда мы выкидываем в чат списки, ребята отвлекаются. Спасибо вам большое за вашу жизненную позицию, за вашу активность, то, что вы вместе с нами. Мы всегда будем помогать, поддерживать ваш фонд. Это очень правильное дело. Это долг каждого гражданина, каждого предпринимателя. И буквально от сегодняшнего дня мы договариваемся с фондом, что мы 1% от каждой продажи будем переселять в фонд. Это будет нашим вкладом. И пусть каждый покупатель будет уверен, что он тоже участвует в этой акции. Виктория собачку подкармливает, не смогла пройти мимо этого большого пёселя. Животным мы тоже помогаем. Передаем все, что было в списке, чем мы занимаемся. Это гидроизоляция, фанера, скобы для степлера, сами степлеры, гвозди, чтобы ребята новые позиции обустраивали. Все здесь по списку, что надо было. Спасибо большое, Альберт. Ребята нам передают на 80 тысяч стройматериалов для того, чтобы ребята оборудовали свои позиции. Еще раз мы вас благодарим от нашего фонда «Время помогать людям» и «Время быть вместе», то, что вы с нами. Победа будет за нами. Сейчас мы приехали в город Анапу. Магазин находится на улице Некрасова 112. Называется АКБ-центр. Здесь нам передают для ребят. Мы благодарим АКБ-центр за предоставленную помощь нашим солдатам. Ребята также участвуют с первого дня нашей деятельности. Огромный привет Ларисе Геннадьевне вам и низкий поклон тоже за ваш вклад, за вашу помощь. Меня зовут Сергей. Я представляю наш магазин АКБ-центр. Мы передаем масло на Донбасс нашим парням. Двухтактное для бензопил. 30 литров четырехтактное. 10 литров это для бензогенераторов. Это у нас все было в списках. Большое вам спасибо. У нас, так скажем, из списка закрыт этот вопрос по маслу для генератора и для бензопил. Спасибо вам большое, что вы принимаете участие за вашу жизненную позицию. Также вам хочу сказать, что, скорее всего, моя мечта сбывается о горнолыжке. У меня есть приглашение, но пока я что-то особо в это не верю. Если вдруг я все-таки завтра буду в пути, я вам об этом сообщу. Правда, это будет не Сочи. Сочи слишком дорого в этом году. Возможно, это будет архизм курорт. И для меня это просто какие-то шокирующие удовольствия. Столько всего случается в жизни, столько хороших, великолепных людей. Я просто в шоке. Спасибо вам большое, что у меня есть. А теперь пойдемте прогуляемся немножко. Смотришь на это все со сторон. Прям лето, ребят. Музыка, котики, люди, гуляющие по набережной. Шикарная атмосфера. Что, может, еще раз посмотрите на кафе, да? То есть тут все места заняты. А, это здесь базор. Базар какой-то происходит, что продают. Но люди там есть под музычку, под ароматы вкусных всяких блюд. Все происходит там. Жизнь кипит, друзья мои. И это неимоверно радует. Я думаю, всех, кто смотрит эту картинку, особенно после всех тех новостей, которые я вам рассказал, я думаю, что и с вашей стороны настроение поднимается на все 200%. Сегодня также заказал резину. Симону спасибо. Нашел выход у нас тоже на одного из предпринимателей магазина. В Анапе я о них потом позже вам расскажу. Самое минимальное, что я на Яндексе находил резина, было там 8,5-9. Мне даже Максимский, но по 9 тысяч там за колесо. Мы нашли Гардиан, который нам привезут. Комплект 4 колеса, выходит 35-300 с установкой этих колес на машину. Мы взяли на 70 тысяч резины, потому что нам надо, как минимум, на 2 УАЗика. Ну, еще больше новостей будет постепенно появляться. Просто я знаю много, но, как говорится, держим интригу и потихонечку будем вам доносить всю эту информацию. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете, ребята. Именно для вас вот хочется творить и делать красивые то же самое видеосюжеты. Вот с такими видами на наше море, на наше набережное. Повторюсь, это в район Малой бухты, Калинино. Если, допустим, вы про это место не знаете. Здесь можно посидеть на лавочках, посмотреть на море. Великолепные закаты отсюда видятся. И смотрите, вот мужчина купается там, мужчина купается здесь, парень пошел купаться, там парень пошел купаться. Здесь люди просто на лежачках загорают, купаются, наслаждаются. Потому что температура в Анапе просто наше шикарниче. Курортный сезон по разгаре зимний. Смотришь на все это действие по сторонам, как же радуется душа. Люди гуляют не спеша. Котики, солнышко. Небольшой ветерок, правда, подымается. С утра сегодня вообще было без ветра. Было вообще хорошо. А сейчас до пяти где-то метров разгоняется. Хотя сегодня по прогнозу должен был быть до десятки. Видите, как подарок судьбы. Больше всего, конечно, радуюсь тому количеству людей, которые прогуливаются у нас сегодня по набережным. Восхитительно просто. Ой, какая лапочка. Я про собачку, ребятки. Ну и девушкам тоже великолепно. Спускаемся вниз. И здесь мы выходим, как сказать, на воздух. Смотрите, здесь разные игры есть, толпы, мясные аэро, хоккей. Снизу гуляют также люди в больших количествах. С правой стороны находится одна банька. Там тоже много людей. А с левой стороны другая банька. Здесь единственное, что волны начали подниматься. И это может помещать по ней окунуться. Будем надеяться, что все получится. Чтобы попасть в баню Эгрегор, там целая очередь. То есть для меня это как бы не особо хороший вариант. Поэтому посмотрим по сторонам. Сейчас узнаем температуру водички какая. И я думаю, что мы и так сможем реализовать задуманное без, собственно, баньки. Потому что в принципе очень тепло и хорошо. Мужчина побежал в поддовольном поступе непосредственно в море. Получится нет? Ничего, как все домой. Водичка плюс 10 градусов. Это довольно таки много для этого времени года. Тут главное сейчас во время замеров мне не попасть под волну, которая прилетает довольно таки часто. И видите, что здесь вот все залит водой. Так вот, да-да-да. Это маленький выход. Вот такие вот волны находятся. Смотрите. Да, красотища просто монахская. Так еще один мужчина пошел у нас на купание в море. Потихонечку, полегонечку все будет забегать. Не могу понять, но по-моему просто так без баньки. Красота. Все, и поплыл. Туда поплыл. Толико поплыл. Красотища, да? Фантастика. И еще один ходит. Супер, крышка. Сейчас попробую замерить температуру водички. Главное, чтобы меня не смыло туда. Замеряем температуру. Кстати, температура воздуха была плюс 18 возле моря. Главное, чтобы не в штырь его волной. Потому что здесь даже скользко убегать будет. Ой. 13, и 3 опустилась температура. 12,9. Так, походу надо убегать. Опасно. Самое опасно, что здесь скользко. Есть контакт. Все, я уже умылся, если что. Водичкой. Да, да, да. Юра меня зовут. Да, Юра. Попадал на воду. Спасибо. Что глядели? Спасибо, что смотрели, говорю. Так, 12,9. Пытаюсь все-таки замерить температуру воды. Это, оказывается, довольно-таки сложно. Но для вас зато можно посмотреть на волны наши. А вот 12 опустилась. И опять идет волна. Так, 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 так. Такая не сильная. У меня температура воды ниже 12 не опускается. То есть вода вообще летняя, ребят. Так сказать, что сложно купаться, но это неправда. Таким экстремальным видом замеряния температуры я еще не задевался. 11,9. И все вроде бы не меняется. Я это сделал, получается, ребят. 11,9. Замерим 11,8. Все, 11,8. То есть практически 12 градусов. Люди купаются и говорят, ух, как холодно, ух, как холодно. И при этом на улице плюс 19. Мужики без бани пошли. Добрый. Вас так же с праздником. Но, пацаны, без баньки пошли, потому что это мы. 12. Лето, жара. Я болею, но я сейчас нырну. А-а-а. Я не смогу уставить. А-а-а. Не-не, не надо, не надо. Я сам как бы добровольный. Слышите, какие друзья пришли. Рецепт скидем. Все для тебя. Мужики, расслабьтесь. Вода теплая. 12 градусов. Что такое? 12. Больше криков. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Наталья. Откуда вы? Я с Сибири, у вас. Уже переехали или? Мы уже давно переехали, 6 лет живем в Анапе. Это давай на общение. Какие судьи? Мы тоже про тоже говорим. Вы уже купались? Сегодня нет, потому что с пустинкой проблемы не купались. А так вообще всю зиму купались. В этом году просто не наскупаем. Что-то я собрался сейчас искупаться, у нас тут такие волны начинают. А-а-а. И он страшный. Я думаю, что все получится. Он даже девушки рискует тоже буквально. Да, там вот поменьше, наверное. А-а-а. Нормально, естественно, то, что это может быть. Ну, вы-то уже привычны ко всему, мы знаем это. Вот как-то. Я просто все одея. Долею вот так вот. На меня направляйте. А, вот так, да? Да, видно меня? Все хорошо. Всем привет, ребята. С крещением. Хе-хе-хе. Ну, пойдемте. Главное не проскользнуться. Здорово. Ну, ничего, водичка? Все хорошо. Все отлично. Все здорово. Молодец, Юра. Да-да. Много нельзя. Много нельзя, да, не согремшись. Хе-хе-хе-хе. Крещение, крещение получено. Все хорошо. Да, спасибо вам за помощь. И во всех, ребята, с той стороны, с праздничком. Поздравляю от души. Ох, у нас тут массовый заплыв еще. Напоследок можно уж спеть спать. Это даже интересует, как девушка сзади снимает. На мужиков посмотрели, как они заходили, как не было. Громко. Я потом, как девушка, буду пищать. Вот так вот. Вода теплая, не знаю, все так страдает. Ты мой желтый песок. Девушки, парни, репки, пламые, в этом не пихо-старок. Без головы не считается, девушки! Еще хочу поблагодарить своего дорогого Артурчика. Он, когда ездил в Пятигорш, подогнал у него такое полотенце оттуда. Если бы не ты, Артурчик, с этим полотенчиком. Она мне просто до сих пор езжала в машине. То я бы сегодня в море не искупался. Ну все, собираемся, уходим. Потому что испытывать судьбу не будем. Пойдем домой пить горячую часть меда. И на пляже просто фантастика стоит. Мам, не ругайся на меня, пожалуйста. И все, кто за меня переживает. Но я просто очень сильно люблю море. И очень сильно хотел в него залезть. Мне уже даже Амазас позвонил. Ведь в шоке от того, что я залез купаться. Но я буду надеяться, что все будет хорошо. И вы за меня там крестите пальчики, держите кулачки. И все получится так, как надо. От души вас благодарю за просмотр сегодняшнего видео сюжета. Делитесь им обязательно.